для мобильных устройств. Вчера Google на своей партнерской конференции рассказал, что сегодня в России 50% запросов, которые есть у Google, идут с мобильных устройств. И, соответственно, вопрос о адаптируемости сайта под мобильные устройства здесь очень важен. Это может быть мобильное приложение, это может быть приложение для соцсети, ну или, как я уже сказал, какая-то партнерка. То есть, условно, можно сделать сайт не бериру, а даем деньгиру, займару и так далее, которые просто соединяются с этим бэкэндом и под другим брендом работают через вот эту платформу. Вторая большая задачка это разработка CRM с аналитическим, скажем так, уклоном. Мы посмотрели на те решения, которые сегодня есть на рынке, но в результате пришли к выводу, что лучше в соответствии с теми задачами, которые есть у клиента, это сбор максимального количества статистических данных реализовать самостоятельно. В результате внутри системы, внутри собственной CRM хранится история обо всех заявках, которые были в результатах их рассмотрения, о всех возможных заемщиках, о займах, которые выданы и не выданы. Плюс, поскольку анкеты, обычные, у МФО большие, там есть контактные лица, и можно легко посмотреть, скажем, если потенциальный заемщик указывает телефон на своего работодателя, а как много заемщиков еще указывает данный телефон, как часто он встречается в каких-то анкетах, это позволяет анализировать на большое количество параметров те заявки, которые попадают. Все логи телефонных звонков, история отравленных СМС, и что самое, ну, от одной из самых главных здесь решений, мы синтегрировали все поступающие заявки с Google Analytics и UTM-пометкой, которая позволяет анализировать, а сколько мы денег потратили на привлечение конкретного заемщика в систему, и сравнили это не только с ROI, но и с lifetime value данного заемщика. То есть обычно клиенты возвращаются в МФО, чтобы взять второй, третий займ и так далее, и мы здесь пытались понять, может быть, там условно, привод первого клиента, привод заемщика на первом этапе может быть убыточен, но в среднем за период жизни, за lifetime value, он нам даст достаточно высокую маржу. Эта аналитика здесь ведется. Итог, да, что мы сделали? Мы реализовали сбор огромного количества статистических данных, которые позволяют анализировать все в онлайне, и вот сервис был запущен полтора года назад. Предположу, что сейчас у Дмитрия гораздо растет больше рост доли одобренных заявок, при этом снижается количество невозвратов за счет вот этого анализа. По тем заемщикам, по которым у нас есть история, мы можем провести моментальный скоринг, соответственно, мы повышаем retention rate и повышаем lifetime value, то есть маржу за весь период жизни клиента. Очень интересная вещь в статистическом анализе. Очень часто люди в МФО берут деньги до зарплаты, и очень часто у них деньги заканчиваются в один и тот же день в месяц. Там условно зарплата 10-го, а каждый месяц 5-го числа они приходят в МФО. Вот на базе этого можно реализовать такую предикативную модель, если клиент часто спрашивает, ну то есть приходит за кредитом 5-го числа, можно 3-го напомнить об этом, что как бы там прямо сейчас для тебя есть какое-то спецприложение, как для лояльного для нас клиента. Ну и то, о чем я уже рассказывал, это анализ эффективности маркетинговых инструментов, которые позволяют внутри системы анализировать рои по маркетинговой активности и рассчитывать lifetime value по привлеченным клиентам с ряда рекламных инструментов, таких как контекст. Дмитрий, тебе слово, расскажи о своей такой, наверное, главной боли, популярной онлайн-инфо. Здесь Антон оказался немножко неправ, сказав, что наблюдается через полтора года... Антон оказался немножко неправ, сказав, что через полтора года работы наблюдается огромное увеличение потока заявок, снижение просрочки. Все идет в соответствии с законом больших чисел. Простой математический закон, который гласит, что чем больше выборг, чем больше данных, тем стабильнее мы получаем результат в конечном итоге. Соответственно, в какой-то момент времени, набрав огромное количество статистики, что видно, кстати говоря, по пункту 3, в результате мы приходим к какой-то равновесной величине, которая отражает и количество пришедших заявок, выданных займов, без принятия каких-то дополнительных усилий, естественно, для привлечения новых клиентов, и, соответственно, определенный какой-то средний уровень просрочки. Что касается мошенников в целом, то, естественно, ни одна МФО, и мы в том числе не ставим целью победить мошенничество. Это невозможно, все это понимают. Мошенники всегда были, есть и будут. Это нормально. Вопрос заключается лишь в том, насколько мы готовы снизить этот процент мошенничества, и готовы ли мы к тем результатам, которые мы получаем в результате. То есть тот уровень просрочки, который мы имеем, соответствует ли он нашим ожиданиям, и необходим ли он для нашей рентабельности. Может быть, появляются какие-то инструменты, которые позволяют снизить этот уровень просрочки немножко. Да, это все тоже, соответственно, анализируется. Что касается в целом, то инструмент борьбы с мошенничеством в онлайне сейчас, к сожалению, весьма и весьма примитивен. На самом деле, это всего лишь инструменты анализа личности человека по тем данным, которые есть, включая бюро кредитных историй, естественно, от него здесь никуда не уйти, никуда не деться. И на основании этих данных, в принципе, это только эти данные, можно принимать какое-то решение, да, и приходить вот к общей статистике, о которой я уже говорил. Кроме, естественно, мошенничества со стороны клиентов, нельзя забывать и о мошенничестве со стороны сотрудников. Это тоже не редкость, к сожалению, вообще в целом для любой организации, для финансовой в том числе. И, естественно, об этом мы тоже думали, и Антона тоже озадачивали о том, что нам необходима система контроля. Затем, каким образом сотрудники принимают решения, насколько это обосновано, с возможностью проверить и перепроверить затем эти решения, плюс, соответственно, крайне регулярный контроль системы. Я имею в виду, поскольку обработка заявок достаточно большого количества происходит в автоматическом режиме, то есть без вмешательства человека, да, чаще всего клиент получает извещение о том, получает он заем или не получает, в принципе, на основании решения системы. Вот для того, чтобы проверять адекватность решения этой самой системы, тоже написано огромное количество модулей контроля, которые постоянно ее аудируют, да, на адекватность этих самых принимаемых решений. В результате на выходе получаем, ну, вроде тьфу-тьфу-тьфу, неплохой сервис онлайн-финансирования, который работает на всю страну, работает весьма неплохо. Ну, в целом, все довольны. Антон, потому что, я думаю, точно доволен, да? Как программист для этого всего. Все, на этом у меня все. Спасибо. Спасибо. А сейчас, можно я первый вопрос задам? Просто у вас так вот все по-взрослому, как у больших каких-то банков, но у них, не знаю, там, CRM и всякие, World, QSAP, да, мне просто интересно, вот вы построили такую комплексную систему и порядок, не знаю, стоимости в сравнении с системой банка, да, можете назвать? Да, то есть, вот... А он сейчас выключает идеи, идеи. Ну, если говорить про порядок, то разработка подобных систем по времени занимает, наверное, там, от полугода до года минимум, да, и зависит от функциональных требований. И обходится грубо, там, грубо, в полмиллиона в месяц разработки. То есть, если там мы это делаем за 6 месяцев, то можно умножить полмиллиона на 6. Если это делается год, то там умножаем еще раз. Скорость работы зависит от проект-менеджера на стороне заказчика, в первую очередь. У банков обычно такие большие интерпрайс-решения, которые с точки зрения внедрения требуют гораздо большего объема работ. То есть, мы здесь воспользовались... Сколько вы масштабировали вообще? То есть, по-моему, это небольшая организация. Ну, думаю, что более чем. С точки зрения интернет-банка... Ну, то есть, у нас есть клиенты банков, с которыми мы работали, и там, можно у нас на сайте увидеть, с кем мы работали. Подобные системы... Мы вот... Бериру один из, наверное, таких ключевых примеров. Еще было несколько интернетов, которые мы делали с похожим блоком функциональности, грубо говоря, да, но интернет — это такая закрытая система, не до широкого круга. Ну, вот, суммарно участвовал порядка девяти человек в разработке этого сервиса. Нет, 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 не совсем. Некоторые специалисты подключаются, делают свою работу и отключаются. Например, проектировщик интерфейса образный. Вот он появился в самом начале, задачи воспринял, интерфейс спроектировал, свою работу сделал, согласование получил — ушел. Ну, все. Ну, работа, наверное, так вот. Ну, кодовая печень, да? Да, ну, вместе с пьем, да, примерно так. У меня был вопрос. В принципе, если у вас удивная практика, как бы, ну, больше не кайти, поскольку... Ну, я отвечу ровно так же, как вы задали этот вопрос. Определенная практика есть. Извините. Хорошо. Просто, грубо говоря, по унайн-лайн-займам действительно материн, и числом того, и дневник, и дневник, и дневник, и дневник, и дневник, и дневник, соответственно, и предписание договора происходит... Обычное... Условно, весьма. Весьма условно? Простая электронная цифровая допись. Да. Сейчас Михаил Попов, Изи Финанс. Кстати, Изи Финанс у нас в номинации «Не банк года» в премии «Банковская сфера» стал серебряным призером. Первым стал уроки, тоже упомянул. Уступил два голоса, по-моему. Давайте я немножко расскажу о нас. Компания Изи Финанса, это изифинанс.ру, сайт по управлению личными финансами. Это сервис по FM-сервисам. Но мы также вышли в B2B направление и делаем такие же сервисы, встраиваемые в интернет-банки. И транслируем свой опыт, который мы накопили на базе 250 тысяч пользователей, и заработок, именно непроцентных заработок на своих пользователей, мы транслируем это в банки. Один из наших заказчиков – это «Русские стандарты». И в этом году еще будет два крупных банка с клиентами, там 3-4 миллиона клиентов. Смотрите, хотелось бы поговорить именно о ключевых концепциях и к чему идет интернет-банк и вообще работа с онлайн-пользователем. Первая тема – это что происходит с самим дистанционным услуживанием, дальше что такое финансовый таргетинг и как с этим работать, автопродажи или кросс-продажи, которые происходят в автоматическом режиме. И клиенты навсегда, как по FM, в принципе, превращают клиентов в постоянного пользователя системы ДБО и мобильного банки. Ключевая проблема всех нас на самом деле – мы, в принципе, даже финансисты, всегда сапожники без сапог, не понимаем, что делать с финансами. Показал случай с ростом курса доллара, паника, все бегают, не знают, что делать и так далее. В принципе, все мы хотим иметь помощника, финансового помощника, но не человека, который тебя дергает и отвлекает по ненужным вопросам, а такой автоматический режим, навигатор финансовый и так далее. Вот, в принципе, по FM этим навигатором и является. Что происходит, что изменилось? Вот 2012 год, 2015 год – это западная статистика, но, в принципе, она такая же. То есть, в принципе, объем шарика – это важность для пользователя, а направление сетки, то есть здесь продажи происходят, вот в этом здесь идеальное состояние, что больше всего транзакции и больше всего продаж в этом круге происходит. Здесь, соответственно, маленькая активность. То есть, в 2015 году в основном для клиентов важны были отделения и интернет, а транзакции происходили в основном в ATM, то есть в банкомате. Сейчас все движется в мобайл и в интернет. То есть, это важно для клиентов, филиалы уходят, банкоматы тоже теряют свою значимость. Ну и, соответственно, колл-центр еще ниже занимает важность для клиентов. То есть, мобильные технологии вышли вперед, социализация, работа с соцсетями тоже вперед, геймификация. Клиент не просто хочет иметь какую-то скучную историю, хочет, как лошадка в цирке, получать сахарок за каждое движение. Ну и, соответственно, еще такой разрушающий тренд – это самостоятельные клиенты. Мы видим, что происходит с отраслями смежными или там другими, там, travel и так далее. Везде люди исключают цепочку консультанта, физического консультанта между продуктом и заказчиком. То есть, люди сами заказывают билеты, сами выбирают продукты и так далее. То же самое происходит в банкинге. Никому не нужны отделения, на самом деле, кроме директоров хозяйственной службы и начальников отделения. Что происходит на Западе и что происходит у нас? То есть, банки начинают внедрять ПФМ. Этот новый опыт, не все понимают, как это правильно внедрять. Самое главное, что практически ни у кого из разработчиков, вендоров, производителей с онлайн-банкинга нет вообще опыта работы с пользователем напрямую. Поэтому и рождаются такие ПФМы, которые потом вице-президенты больших банков показывают нам, говорят, да, у нас мы внедрили, но они не работают. Мы смотрим, у него там на 15 число, в январе только остатки в этом ПФМе, а уже 20 марта. Ну, потому что, в принципе, разработчики и вендоры не понимают эту вещь, плюс не имеют команды, которая бы горела этим вопросом и так далее. Но за границей этот тренд активно идет, и ключевые банки все уже это все внедряют. Что, в принципе, мы получили в своей статистике, и что мы транслируем в банки? То есть, 55% наших пользователей за год уже используя системы, сервисы из-за финансов, улучшают свои финансы. Это что значит? Нормализуют систему доход-расход, то есть не бегают за деньгами в конце месяца. Далее начинают понимать, что такое долговая нагрузка и, в принципе, уходят от дорогих кредитов или кредитных карт. Ну и кто-то уже там 25% начинает копить на цели и, в принципе, их достигать. Ну и небольшие цели там начального уровня. Что в России, значит, ну активно внедряют там Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк. В русском стандарте наше решение. Что, в принципе, вскрыто за самим ПФМом. С одной стороны, на фронте для клиента это простой подсказчик, что происходит с деньгами клиента и что нужно делать. Это ключевой момент, то есть нужно подсказать клиенту, куда нужно правильно вкладывать деньги, что делать с расходами и так далее. А второй момент на бэке, это стоит таргетинг. Таргетинг, в данном случае у нас там порядка 90 показателей, мы в онлайне считаем, что происходит у клиента с финансами, как он себя ведет, куда у него улучшается финансовое состояние, ухудшается и так далее, и так далее. Часто его покупки и все прочее. Мы это смотрим в онлайне и, соответственно, модуль рекламы и модуль коммерческих предложений от партнеров на это заточен. Соответственно, мы видим конверсию, фактически мы превращаем онлайн-банк в такой интернет-магазин. То есть интернет-магазин, условно говоря, через поиск. То есть клиент, как раньше, в гугле что-то ищет, и ему идет реклама, подсказывает его поиск. В данном случае клиент заходит в ДБО или в интернет-банк, в мобильный банк, а система анализирует, и ему как раз на его же вопрос отвечает коммерческим предложением от банка или от его партнеров. Что очень важно, потому что задача банка зарабатывать на непроцентных доходах, потому что транзакции скоро будут бесплатные. Все будут пытаться проводить бесплатно переводы и так далее, для того, чтобы удержать внимание клиента. Поэтому нужно зарабатывать на чем-то еще. На чем еще можно зарабатывать? На решении проблем клиента, связанных со сложными продуктами. Но сложные продукты нужно продавать легко. Вот для этого есть таргетинг и есть коммерческие предложения. Что мы видим по внедрению? Внедрение в внедрение рознь. И ключевой момент, то что есть просто внедрение, когда что-то прикрутили, но не подумали о вот этом таргетинге и встраивании вот этой красивой истории, что клиент пришел, ему рассказали, что нужно делать, его втянули в какую-то историю по улучшению финансов, он на это отвечает, двигается и так далее. Либо просто PFM, который нарисовал так называемый этот круг, диаграмму. Видим, что проникновение в тех системах, которые именно были продуманы с таргетингом, гораздо выше. То есть это 60% онлайн-пользователей переходит в пользователей PFM-сервиса, встроенного в интернет-банк. А что нельзя сказать про обычное внедрение? В России это сейчас 6-10% обычного внедрения. И самое главное, что здесь 60% и стремится к 100%. То есть через какое-то время пользователь по-другому и не воспринимает онлайн-банк как финансовый помощник. А что это дает эту банку? На самом деле это дает количество сеансов. Если в интернет-банк клиент входит 5-10 раз в месяц, то в PFM клиент входит практически один раз в день точно. Дальше. Как работают кросс-продажи?